Здравствуйте дорогие друзья садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я Юлия Меняева на канале Восадули в огороде. Сегодня я хочу с вами поделиться одним очень удачным опытом. Это укоренение бегонии. Укоренение бегонии именно листом, как она хорошо укореняется. Я вам даже покажу сейчас результат, что именно получается. Что же потребуется для укоренения бегонии? Это какой-то контейнер. Я вот использую вот такой. Сюда как раз встает три стаканчика, то есть три листика я могу вполне укоренить. Что потребуется? Это конечно корневин. Это грунт. Грунт должен быть питательный. У меня это биогумус и пэткаченко. И конечно растение, с которого мы будем с вами черенковать, именно черенковать листочки бегонии. Дело в том, что очень у многих бывает разочарование. Когда вы приносите с магазина растение, и оно у вас начинает сохнуть, погибает и все. Как бы вы с ним распрощались. Но дело в том, что как я поступаю? Я принесла растение. Да, оно красиво цветет. Но я ему не даю так обильно цвести. Если вы посмотрите, ну это бегония давно у нас был ролик. Вот тут у нас стояла бегония. И я конечно удаляю цветочки, потому что они мне не нужны. Я знаю, что я буду проводить укоренение именно бегонии. Как я это делаю, я вам сейчас обязательно покажу. Но прежде чем это показать, я вам покажу результат. Что же получается? Вот бегония была укоренена, проводила я укоренение листиком. И если мы сейчас посмотрим, вот вы видите, что настолько уже... Ну вот лист я не спешу убирать, потому что растение еще как бы питается за счет этого листа. Вот когда я увижу, что вот видите, тут уже молодое, крепкое, хорошее растение. Вот его видно. Вот когда я увижу, что этот листик уже мешает, да, как бы, я конечно его срежу и дам расти растению дальше. Вот давайте вот еще посмотрим, я вам покажу. Так, что у нас здесь? Вот здесь вот у нас то же самое, то же самое. Если посмотреть, вот из пазуха листьев, вот даже тут уже можно отрезать, потому что... Сейчас я отрежу и вам покажу, потому что уже здесь вот в данный момент, конечно, необходимо вырезать. Листик вот этот уже мешает там растению развиваться. Я его сейчас срежу аккуратно. Вот, посмотрите, что же у нас там получается. Вот видите, вот такой вот уже у нас такая вот бегония у меня, она укоренилась. Но этот листик все-таки я тоже срежу, потому что здесь у нас уже очень хороший большой такой кустик. Срезать надо аккуратно, чтобы не повредить молодое вот там растение. Даже может быть вот частями его как-то вот вырезать. Вот. Сейчас мы вырежем его, и я вам покажу. Вот. Посмотрите. Вот видите, даже корни, вот корни здесь вот немного наверх они как бы вылезли. Надо подсыпать. Вот таких у меня уже два растения. Ну, вот это еще пока я ему дам посидеть, потому что тут как бы позволительно. Вот. Но видно уже, вот видно тоже. Видите, вот растение. Так что, дорогие друзья, это очень-очень интересно. Самое главное, потом водичку, вот вы видите, у меня налито чуть-чуть на дне. Не залить растение, чтобы они не загнили. Как я поступаю дальше? Вот они проросли, да, уже все. Вот они растения. То есть я не спешу полностью убирать крышку. Крышку я вот так оставляю, и у меня эти растения пока еще вот в таком парничке растут. А сейчас я вам покажу, как же я, вот эти листики уже нам не нужны, как же я сажала, вот именно укореняла бегонию. Я, во-первых, использовала вот такие стаканчики. Это небольшие стаканчики, это где-то примерно 150 или 100 грамм. Вот такие. Что я дальше делаю? Я пролила хорошо, вот, и делаю вот такое вот отверстие. Вот, посмотрите. Вот, вот такое отверстие. И это отверстие сейчас я буду заполнять прокаленным песком. Вот, заполняем эту лунку прокаленным песком. Что я делаю дальше? Теперь мне нужно отрезать какой-то листик. Не старайтесь отрезать большие листья очень для укоренения. Лучше всего, конечно, брать небольшие листочки. Вот сейчас я вам покажу. Я отрезаю листик вот такой вот с ножкой. Вот. Делаю вот так вот немного косой вот срез. Вот. Вот, все. Теперь я сбрызнула еще немного вот так песок. Я беру, и нам надо опудрить край именно вот листика. Вот. Обязательно в корневин я беру вот так, просто не смачивая ничего. Я его вот так вот обработала корневином. Теперь я этот листик вот в этот песок, который был, вот так утапливаю. Вот что получается. У меня вот так поправляю его, чтобы все. Растение у меня посажено на укоренение. Теперь я его ставлю куда? В контейнер. И контейнер плотно закрываю крышкой. Вот сюда можно начеренковать три, вот три листика. Три будет кустика потом. Поэтому, дорогие друзья, не пытайтесь укоренять ее вот такими, да, плотными, будем говорить, черенками. Отрезаю такие вот, ну, как бы, жирненькие, да, мы их назовем. Это не очень хорошо. Но, кстати, я вам хочу сказать, что она очень хорошо отзывается, когда ее стригут. Если посмотреть, вот, в принципе, вот эти вот верхушку уже можно тоже у нее срезать, и получится очень-очень хороший кустик. Так что, дорогие друзья, отправляйтесь, отправляйтесь, покупайте бегонию в магазине, и вы начеренкуете себе вот, ну, множество бегоний, и потом высадите их в открытый грунт, и они будут вас радовать все лето. Дорогие друзья, вот хотела с вами поделиться способом укоренения, способ укоренения 100%. Вот, попробуйте, и это вам понравится. Но вы можете укоренить листиком не только бегонию, но можете и укоренить, сейчас купить в магазине. Продаются примулы в горшках, их тоже можно укоренить листиком. Они очень-очень хорошо укореняются. Ну, желаю вам удачных экспериментов, а с вами была Юлия Меняева на канале Высаду Левогороди. Пока-пока!